Подарочный набор для новорожденного, который выдают при рождении регистрации в Тверской области младенца, планируется обновить. С этой целью на сайте семейный помощник проводится онлайн-опрос. Жителям региона предлагают отметить позиции в двух списках. В первом указаны предметы, которые уже имеются в наборе. Предлагается подтвердить их необходимость с учетом опыта ухода за малышами. Можно отметить любое количество предметов и даже все сразу. Во втором списке представлены предметы, которые можно дополнить состав подарочного набора. Также в форме для голосования есть опция «Добавить свой вариант». Принять участие в онлайн-опросе можно до 15 декабря. Подарочные наборы вручают новорожденным с октября 2019 года. В них входят постельные принадлежности, одежда, средства, гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем. Всего 58 предметов. Подарок предоставляется один раз для новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Всего за два года действия этой меры поддержки выдано более 20 700 комплектов. Не первый год в Тверской области действует целый комплекс мер, направленный на поддержку материнства и детства. Идет пропаганда традиционных семейных ценностей. Своевременность и необходимость этой поддержки с особенной стратой проявилась во время пандемии, которая повлияла на благосостояние людей. Президент России Владимир Путин заявил, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей, должна быть образом будущего нашей страны, сказал губернатор Игорь Руденя. Глава государства подчеркнул, чтобы рождалось как можно больше детей, людям, семье нужны хорошая работа, достойное жилье, образование, здравоохранение и уверенность в завтрашнем дне. В 2022 году на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости запланировано выделить 6 миллиардов 183 миллиона рублей. Это на 600 миллионов больше, чем в 2021 году. Продолжится предоставление выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формы, приобретении и страховании автотранспорта. Кроме того, по национальному проекту «Демография» расширяется список преференций для семей с детьми, вводятся в строй новые детские сады, спортивные площадки и комплексы.